Эти имена у всех на слуху. Гордость Рязани и пример для подражания. Спортсмены-паралимпийцы. Алексей Рюсовой – бронзовый призер чемпионата России по настольному теннису. Александр Спицын – бронзовый призер чемпионата России в метании копья и в метании диска. Мария Богачева – бронзовый призер в метании диска. Несмотря ни на какие трудности, они достигли спортивных высот. Но сегодня паралимпийцам столкнулись с проблемой, решение которой не зависит ни от их сил духа, ни от выносливости. Заветная мечта – собственный автомобиль и способность передвигаться по городу самостоятельно. Если инвалид-колясочник, это не значит, что он не может иметь право на свободное передвижение на машине. Мы такие же люди, как и все, мы только с ограниченными здоровьем. А мы люди с сильной волей, мы можем и сами сесть в машину, и сами сложить коляску, и положить ее на заднее сидение или в багажник. И свободно передвигаться, и тогда будет никаких проблем. Рязанские паралимпийцы-колясочники пытаются добиться права на обучение управлению транспортными средствами. В настоящее время это проблема. До 2005 года инвалидов готовили как водители по различным государственным программам. После изменения закона такая возможность исчезла. В настоящее время в Рязанской области нет учебных организаций, которые осуществляют подготовку водителей на управление транспортными средствами инвалидами-колясочниками. Так как автошколы являются коммерческими организациями, и установка и оборудование специальных автомобилей с ручным управлением является дополнительными затратами для них, а количество желающих пройти это обучение невелико, поэтому в нашем регионе таких групп обучения нет. Важно отметить, что обратившихся инвалидов с данным вопросом в госавтоинспекцию в настоящий момент не было. Для регистрации же транспорта для инвалидов-колясочников в регистрационном подразделении города Рязани созданы все необходимые условия. Сегодня в городе в средствах массовой информации много говорят о доступной среде для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Но на деле вопросов пока остается гораздо больше, чем ответов. Я занимаюсь спортом профессиональным, у меня тренировки 5 дней в неделю. Я живу, тренировки у меня проходят в роще, а я живу в дошках. Но естественно на такси, только передвигаясь на общественном транспорте, нет возможности, это исключено, потому что нет специализированных автобусов, ну или машин, которые могли бы тебя довезти спокойно. Естественно приходится ездить на такси, но на такси, естественно затратно очень ездить. Кроме программы, специального устройства на автомобиль и лицензии, такая школа должна быть оборудована пандусами. Автошколам не нужно покупать дорогостоящую технику. На любую машину с автоматической коробкой передач можно установить специальные рычажки. Можно любой автомобиль с автоматической коробкой передач, но на нее поставить ручное управление. Ее можно поставить, можно и снять. То есть это 10-20 тысяч ты поставил, так же катаешься на этом автомобиле, а когда люди здоровые уже будут тоже учиться на этой же машине, это ручное управление можно спокойно снять и отложить в сторону до того момента, когда будут уже учиться люди с ограниченным физическим здоровьем. В соседних регионах есть успешный опыт обучения людей с ограниченными возможностями здоровья на права. Такая практика существует и в Рязанской области, в городе Михайлов. И оказалось, что в рязанских школах о проблеме знают и более того, заинтересованы организовать такое обучение. Для того, чтобы обучиться, проблемы нет. Основная проблема – это автомобиль. У нас автомобиль этот есть, на Шкоде Фабе, с автоматом, и она у нас простаивает. Для того, чтобы не простаивает, мы ее в прошлом году отдавали в Михайловский учебно-спортивный технический центр, и там были отучены ученики Михайловского школы-интерната. А это значит, что спортсмены, те, кто горит желанием пересесть с пассажирского сидения на водительское, скоро смогут это сделать. По всей видимости, только тогда парковочные места, которые сегодня в городе организованы специально для инвалидов, будут заниматься именно теми, для кого они созданы. Продолжение следует...